В настоящий момент ни Украина, ни ОБСЕ не выполняют взятые на себя обязательства по минским договоренностям. Ежедневно 6 октября по нынешний день, по 23 октября, идет сосредоточение войск украинских на всех направлениях. На северном, северо-западном, западном, юго-западном и южном направлении. Ежедневно подтягиваются резервы, создаются склады ГСМ, создаются склады боеврипасов. С некоторыми из них мы уже разобрались, с некоторыми они сами разобрались с Божьей помощью. То есть от неосторожного обращения с огнем сгорел склад боеврипасов вместе с частью леса. В Красногоровке до 100 единиц бронетехники было сожжено самими вояками украинскими вследствие неосторожного обращения с огнем. Всего в этих происшествиях погибло около 700 военнослужащих украинских. Вы как собираетесь объяснять матерям, родственникам, остальным, что с ними случилось? Вот, например, результат неосторожного обращения укропов со спичками. Украинская сторона использует договоренности мирные для того, чтобы нарастить здесь присутствие своей военной группировки. ОБСЕ эти факты скрывает, не информирует общественность, мировое сообщество о постоянных бомбардировках города, о постоянных артиллерийских ударах. Получается, что договариваться там больше не с кем. Мы даем сутки ОБСЕ для того, чтобы она понудила украинские вооруженные силы, украинское правительство к соблюдению минских договоренностей. То есть к отведению войск за территорию ДНР. Ответственность за все последующие события полностью лежит на марионеточном киевском режиме и на его черножобом хозяине.